Добрый день! Мы с вами рассматриваем французский журнал 1937 года, до военного. Дошли мы до свадебных нарядов. Ну, просто полюбуйтесь на них. Какие они? Все длинные, все расклешенные. Посмотрите, какой подрез вот тут вот на юбочке может быть. И все, конечно, очень красивые. А вот здесь тоже опять такая отлетная кокеточка у нас идет, и на какую-то драпировочку у нее, и на какой-то брошь, цветы, вот это все сделано. Рукавчик полуреглан, драпировка вот здесь вот. Вот это вот такой элемент опасный, не всегда он хорошо идет нам в обычной жизни. Ну, вот так вот просто посмотрите, просто полюбуйтесь. Какая-то карнавальная мода, я бы даже сказала. Новогодняя карнавальная мода. Будет ли у нас с вами нынче Новый год? Будем ли мы петь и плясать, и смеяться вокруг елки? Не знаю. Но, тем не менее, надо жить, что бы ни происходило в нашей жизни. Просто полюбуйтесь, полюбуйтесь, какие цвета, на гармонию, на добавочки вот этих цветов, на сочетание цветов друг с другом, как все красиво. Нарядная одежда, платье в пол, платье в пол, фонарик, рукавчик, кокеточка из кружева и фонарик, да? Дальше идет простое платье. Не обязательно делать пояс, не обязательно на нем делать цветок, если у вас нет такой талии. Но вот эта идея, она очень и очень рабочая. Только фонарик я бы сделала подлиннее, чтобы полная рука вот здесь не перерезалась, да? А вот так вот платье сделать, вот такое длинное, простое, почему нет? Очень даже хорошо. Ну, это просто классика жанра. Рукавчик, так сказать, французское, французский я его называю, вот такой вот сложный, как шторы, французские шторы, да, делается. И простое платье из хорошей ткани. Здесь рукавчик, обратите внимание, тоже вот какой интересный рукавчик можно сделать, да? То есть часть руки прикрыта, вот там тоже так прикрыта, неоткрытая рука. Многие стесняются своих рук. Применяйте вот такие рукава. Они не будут вас увеличивать и в то же время они будут решать свою задачу. Посмотрите, какой вот здесь элемент, да? То есть шарфики из проймы вот сюда завели, их разобрали, задрепировали, закрепили в какую-то вот интересную деталь. Ну, хотите тоже, вот это вот я шила когда-то в свое время, еще в школе училась девочкам своим подружкам. Вот, вот, просто полюбуйтесь. Опять у нас идет нарядная одежда. Опять, вот это я называю французский рукав, когда вот такие качели идут из-под него. Вот такие качели. Головка вот так вот разрезается и поднимается наверх, а потом складывается. Вот, вот, простой рукавчик. Тут рукавчик какой-то цельновыкроенный реглан, да, тоже. Просто полюбуйтесь. Наши обычные рельефы, платья с рельефами, такого силуэта рыбка. Разве мы не можем себе это позволить? Это наш сегодняшний день. Платья вот с такими рельефчиками, в них и нагрудная выточка спрячется, и талиевая выточка подберется, да? И мы сделаем вот такое вот, немножко раскрешенное книзу, сделаем это платье. Так, что здесь нам нравится? Посмотрите, какой интересный рукав. Сегодня на ютубе много показывают вот именно таких рукавчиков. Но для полненькой фигурки не знаю, подойдет ли он. Наверное, все-таки вот так сильно расширять наши плечи не стоит. Спрямлять, да, спрямлять очень хорошо. Но вот так расширять, и тем более делать его коротким, это, конечно, уже нам не подходит. Но вот смотрите, какой элемент. Я его очень широко использовала раньше. Центральная часть идет вот такая целая. Вот так вот. Вот такая. Даже она вот здесь не имеет рельефа. Вот он идет подрез откуда. Сюда прячется нагрудная выточка. И дальше идет вот эта центральная часть. А потом вы... Вот здесь делается по талии уже оно отрезное. И вот это отрезное, оно закрывается вот таким драпированным шарфиком. Можно вот эта вот тема, да, драпированным вот таким вот шарфиком. Можно это делать, можно это не делать. Но идея того, что целый вот такой верх, нагрудная выточка спрятана сюда. И полочка выкраивается по бокам до талии. Только до талии. А вот эта часть идет до конца уже целая. Это тоже вытянутый прямоугольник. Это тоже вертикальная линия. Это тоже хорошо будет смотреться на полненькую фигурку. Делаем перерыв. Всем всего доброго.